Мэйн-куны В взрослом состоянии они любят играть как хотят Как вы уже догадались, сегодня поговорим о пародии кошек в мэйн-куны Некоторые люди путают мэйн-кунов с рейсью из-за их больших размеров Самки мэйн-кунов могут достигать веса в среднем от 4 до 7 килограммов, а самцы от 6 до 8 килограммов, но могут весить и больше Многие считают мэйн-кунов самой крупной пародии кошек, однако они находятся где-то между норвежскими лесными кошками, Которые весят около 7 килограммов и породой Рэгдол, которые могут достигать веса до 9 килограммов Название кошек мэйн-кунов связано со штатом Мэн в США, где они появились Согласно одной ненаучной версии, мэйн-куны стали результатом скрещивания полудиких кошек и енор По другой теории, мэйн-куны являются потомками шести домашних кошек, которых королева Мария Антуанетта перевезла в штат Мэн, Когда планировала бежать из Франции во время Французской революции Более грандоподобная версия, однако состоит в том, что кушистые питомцы произошли От скрещивания короткошерстных домашних кошек и длинношерстных кошек, которых привезли в Америку викинги Генетическое тестирование показало, что мэйн-куны являются потомками норвежских лесных кошек и загадочно вымершей домашней породой Мэйн-куны способны переносить суровые зимы благодаря развитию у них таких особенностей, как большие лапы с пучками волос между подушечками, которые служат им с недоступами, а также пучистому и толстому квасту, который они оборачивают вокруг тела, как дайм-фон Коронной чертой мэйн-конов является густая, отталкивающая воду шерсть, которая длиннее области живота, воротника и боков Эти участки помогают мэйн-куну сохранять тепло, когда они сидят или идут по снегу или льду На плечах у них более короткая шерсть, что позволяет им проходить по лесу, не цепляясь за ветки и кусты Мэйн-куны обычно ассоциируются с кустами коричневого окраса, как у енотов На самом деле они бывают разных окрасов и рисунков, включая дымчатый, кремовый, макрель и черепаховый Но согласно стандартам ассоциации любителей кошек, не признаются породы с лиловым, шоколадным и сиамским окрасовый силпоинт, так как это говорит о гибридизации Рекорд самой длинной домашней котки принадлежал восьмилетнему мэйн-куну Стюэль до того, как он умер от рака в 2013 году В полностью вытянутом состоянии его длина составляла 123 сантиметра от кончика носа до кончика хвоста Кот Вильвет, формально являющийся мэйн-куном наполовину, которому 1 августа 2015 года исполнилось 26 лет, является старейшим котом в мире, согласно книге Форда Вильветса Возможно это связано с их густотой, водоотталкивающей флорской, но по какой-то причине мэйн-куны любят воду В то время контрукты и коты стараются держаться подальше от ходных процедур У Эрнеста Хемингуэя, большого любителя кошек, были мэйн-куны с шестью пальцами На ранней стадии развития породы у мэйн-кунов часто была полидоктилия, то есть они рождались с лишними пальцами на лапах Некоторые эксперты подсчитали, что у примерно 40% первых мэйн-кунов была эта особенность Она появилась благодаря генетической мутации, которая помогла этим кошкам использовать свою лапу в качестве снегоходов во время соснеженных сев Но благодаря развитию ассоциаций кошатников, которые дисквалифицировали кошек с полидоктилией от участия в выставках Эту характеристику стали считать нежелательной, и количество мэйн-кунов с шестью пальцами постепенно уменьшилось Цена котят породы мэйн-кун, как правило, составляет от 30 до 80 тысяч рублей, или от 800 долларов или евро Котят лучше всего покупать в питомниках, где занимаются именно этой породой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова